Вот она причина судебных разбирательств. Мемориальная табличка в честь слесаря Игнатия Бессонова на стене дома номер 35 по улице Серафимовича. Отсюда в 37 году Бессонова забрали сотрудники НКВД, а через несколько месяцев расстрел. Увековечить память о репрессированном оказалось непросто. Дом объект историко-культурного наследия и установка на нем каких бы то ни было знаков или табличек требует специального разрешения, которого у активистов не было. Специалисты в региональном органе охраны должны рассмотреть или рабочую документацию, или ведомость работы, или хотя бы план расположения каких-то предметов, которые навешиваются на памятник. И с точки зрения последующей реставрации, либо согласовать, либо предложить, допустим, провести государственную историко-культурную экспертизу. Но в данном случае, со всем уважением к общественному движению «Последний адрес», мы вынуждены были констатировать, что здесь, этой стороной вопроса пренебрегли. При этом члены «Последнего адреса» прекрасно знали, что для установки таблички необходимо специальное разрешение. Вот только договориться о его получении они не смогли. Дом, где установлена табличка, признана аварийным. И к концу года должен быть полностью расселен. Жители говорят, непонятно, как мемориальная доска размером с почтовый конверт могла навредить зданию. Я живу здесь 40 лет, но я не против таблички, пусть она висит. Когда мне сказали, что сама фасад, я просто удивилась, что как она могла испортить фасад, какая маленькая табличка. Она висит, она никому не мешает, у нас же в глаза не бросается. Ну, подходят люди, смотрят, интересуются. В инспекции по охране памятников подчеркивают, претензии у них не к табличке, а к отсутствию разрешения. И тут закон на их стороне. Козлова Дмитрия Сергеевича признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотрю частью 1 статьи 7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И назначить наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Дмитрий Козлов с приговором остался несогласен и собирается его обжаловать уже в областном суде. При этом о демонтаже мемориальной таблички сегодня речи не идет. Продолжение следует...